Взяли шесть отрезков, из любых трех можно составить треугольник. Всегда ли можно найти тетраэдер с такими длинными рёдами? Повторяю условия задачи. Для любых ли шести отрезков сумма длин любых двух из которых больше длины любого из остальных? Существует тетраэдер с такими рёдами. Берёте шесть отрезков, известно, что когда берёте любые три, треугольник составить можно. Вопрос, гарантирует ли это, что можно составить тетраэдер? Тетраэдер, напомню, это четыре точки в пространстве, где каждая сидит на треугольник с каждой. Если у нас есть шесть отрезков, из которых из любых трёх из них можно составить треугольник, то получается, что мы можем просто составить четыре треугольника, из которых состоит тетраэдер, с общими сторонами? Согласны? Делаем один треугольник, второй, третий, четвёртый, но и они вместе создадут тетраэдер, так? Точно? Да. Почему когда мы три треугольника вместе скрепим четвёртый в месяц? Ну да, потому что стороны ровно какие надо. Если три треугольника скрепили, то возникает что-то из-за дырка в форме треугольника, причём ровно того, который нужно. Окей. Точно? Точно? Угу. Хотите, я даже развертку могу нарисовать, чтобы все поняли уже точно? Давайте нарисуйте развертку. Взяли один, триугольник, два. Взяли вторую, взяли третью. И при этом. Это развертку. Да, да, да. Конечно, это даже получше. Да, 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 потому что это даже получше. Все эти треугольники можно нарисовать. Так? Ну а после этого просто приподнимаете и всё хорошо получается. Так? Очевидно? Угу. Точно? Точно. Спасибо. Садитесь. Вам сказали неверное решение. Вы в него поверили. Теперь надо понять, где там ошейника и всё-таки привести пример в тресках, чтобы тетрадь это было сложить нельзя. Но надо понять, зачем они могут не сложиться. Ведь так убедительно. Берем и складываем. Почему нет? Математики всегда так настойчиво требуют дайте строгие доказательства. Совсем-совсем формальные и так далее. Потому что даже в не очень таких, казалось бы, сложных ситуациях ошибиться легко. Вот там очень убедительно всё рассказали. И если бы я не знал, что вот этот факт просто не верят, то, может быть, я бы его выиграл. Потому что здесь дальше... Почему не сложить? Очень интересного треугольника. Одну сторону сделать очень-очень маленькой. А снизу очень-очень небольшую. Или что? Нет, секунду. Эксперименты с очень-очень маленькой упираются в то, что из любых трёх отрезков можно составить треугольник. Можно, кстати, почти половину. Ну что? Я же всё-таки одну подсказку дам, почему без разлёрки может не складываться. Смотрите, когда у вас есть любой трёхранный угол, то есть три луча, выходящих с одной точки, то не уверен такой факт, я уже смогу доказать, но не трудно сказать, что сумма вот этих углов обязательно больше. Не может быть, что вот этот угол будет маленький, а этот большой. У нас же здесь были любые треугольники на самом деле рисованные. Вообразите себе, что вот этот угол будет маленький, и этот будет маленький. Типа вот это всего 10? Да. Это потому что одна иная страна. Вот это шестая страна, девятнадцать. Да, и что? И что? И почему не будет такой страны? Ну, потому что вот это из теории. Нет, нет, мне нужно не из, а точные доказательства. Ну, у нас точно будет другой инстаграм 19-10-10, и у него будет угол точно меньше, чем 30. Но угол у него будет очень маленький, да? Ну да. А у того, который из одинакового будет более 60, и он будет больше. Угу. Ну, в принципе, да. Только, ребята, тут даже нельзя это говорить по углы. Вот дело в том, что эту теорему формально говоря мы же не доказывали. Повторяю, она легко доказывается, но формально говоря мы ее не доказывали, да? Понятно? Итак, давайте ваше предложение. Давайте подумаем. У этого цитраэдра вообще, да? Все ребра будут 10, и одно ребро будет 19. А давайте нарисуем два треугольника, каждый из которых по 10. Понятно? Разносторонний треугольник. И зададим себе вопрос, может ли вот этот отрезок равняться от 19? Можно такой отрезок? Да. Господа, посмотрите, пожалуйста. Чему равна высота равносторонних треугольников? Ну, по теории по фору считается, правда? Угу. Значит, надо взять 10 в квадрате минус 5 в квадрате, так? На 5 в квадрате. Конечно, конечно. И это будет наш х в квадрате. То есть, х, это правильно сказать, 5, а не из 3. Так, а 2h, это будет сколько? 10. 2h, это 10. Точно? 10, не из 3. Так, а что тут 10, не из 3? 10. Это 17 с чего-то. И вот так, понираемте треугольник, и так, ну, в пространстве. 19-го с большего числа. Хорошо. А как можно было еще объяснить? Ребята, а можно было взять и вот все отрезать по 10, а вот этот последний взять в точности. 10 корней из 3. Тогда наша картинка что бы сделала? Стала плоской. Ну, это не странно, да? А вот если чуть-чуть больше, то вообще. Все все поняли? Спасибо.